Казанский Акбар В бронзовом матче Кубка Латвийских Железных Дорог События развивались в зеркальном отражении В двух первых периодах Динамовцы выглядели успешно И смогли дважды поразить ворота Эмиля Гарипа Вратарь Акбарса при этом за первые 40 минут игры Отразил булит и три выхода один на один к своим воротам Забрось Менчане в тех моментах хотя бы одну шайбу Выкарабкиваться Акбарсу было бы архи сложно Но Гарипов, можно сказать, оставил свою команду с шансами на спасение Инициативу своего кипера ближе к концу второго периода поддержали и нападающие Стильную, можно сказать, шайбу в вороту Минского Динамо отправил Станислав Галей Ткачев выиграл вбрасывание, а Галей вбросил небе ручку в ближний верхний угол ворота По сути, предсезонная классика Акбарса забрасывать после выигранного вбрасывания Один-два после двух периодов, и это была возможность игрокам доказать самим себе, что и нескладывающуюся игру можно перевернуть, если есть желание и умение В третьем периоде на площадке был совсем другой Акбарс Не просто инициативный в атаке, а нацеленный на ворота в каждой смене И взятие тех самых ворот во что бы то ни стало Сзади все подчищал Гарипов С клюшкой, без клюшки, разницы для него не было Впереди копали, как говорится, все без исключения Второй гол ворота Динамо Минск состоялся во многом благодаря подключению в активную атаку защитника Альберта Ируна Прессинг в чужой зоне не прошел даром Иржи Секач ассистирует Джасси Називеда И канадец делает свое дело 2-2 Это еще не победа, но уже констатация того, что команда-то сильна духом и держать удар способны Да, в основное время окончательно сломить белорусов не получилось Однако в овертайме сыграли Джокеры команды В формате 3 на 3 Секач, Марков, Азиведа смотрятся очень убедительно И на этот раз меньшую результативную 3-2 Акбас Победа, значимость которой на данном этапе подготовки к сезону сложно переоценить Демонстрация воли и мастерства прошла успешно До первого официального матча регулярного сезона континентальной хоккейной лиги Календарная неделя Время для того, чтобы завершить предсезонную программу И начать чемпионат во всеоружии Финальный аккорд матча Лучший игрок – галкепер Эмиль Гарип Лучший защитник всего турнира – Андрей Марков И бронзовый кубок в руках капитана Акбарса – Александра Светлова Свои мысли по поводу готовности команды, личное ощущение и взгляд на перспективу После окончания турнира озвучивали Андрей Марков и Зинтула Беллетина Лучший защитник турнира в составе Казанского Акбарса и в составе всех четырех участников Андрей Марков Как ты воспринял эту информацию? Стал для меня сюрпризом Я не считаю, что достаточно Не считаю, что здесь был лучшим защитником Просто, видимо, организаторы так решили Но все равно приятно Четыре игры ты сыграл за Казанский Акбарс Первых своих четыре игры за новую команду Ну и твои впечатления Наверное, есть какие-то выводы? Ну, конечно, есть выводы Есть много над чем работать Как команде, так и мне лично Поэтому много сделал разных выводов В плане игры, в плане тактики, в плане партнеров Поэтому будем работать Еще есть время для начала чемпионата И будем стараться улучшить свою игру Насколько для тебя важны вот эти вот предсезонные результаты Именно в статистическом плане? Статистическом мне не важны Главное, я считаю, что поставить командную игру Наиграть какие-то сочетания, наверное, комбинации И почувствовать вкус победы, наверное, уверенность Каждая победа дает уверенность любому спортсмену Поэтому положительный результат всегда важен Если в хоккей так и поверят, что хорошо предсезонка Если проведешь, то потом в сезоне начнутся проблемы Я первый раз слышу Сегодняшняя победа дает именно такой эмоциональный заряд? Ну, я считаю, что третий период мы провели хорошо Во-первых, как бы, наверное, даже соперник у нас переиграл, наверное, чуть-чуть И за счет желания, за счет катания Но третий период мы, как бы, запишемся в актив И есть от чего толкнуться И держать это в уме И еще улучшать свою игру В добрый путь Спасибо Какое впечатление на Азии? Непростой турнир За пять дней четыре игры Но мы все в одинаковых условиях И каждая команда по-своему готовилась Это понятно Они делали больше, меньше, я не знаю Но все по-разному Поэтому, как бы, для нашей команды Я считаю, что мы получили пользу от этих игр Вот, сейчас надо просто отдохнуть Потому что времени осталось мало И подготовиться к чемпионату Какое впечатление на вас произвела игра в батареи Горького Педалова? Ну, я считаю, что они сыграли достаточно ровно Вот, и без каких-то таких, так скажем, провалов А есть ли у вас какие-то вопросы на подачи? Ну, хотелось бы, чтобы забивали больше, конечно Но забиваем мало Но мы об этом постоянно говорим И пока не получается Все сочетания, которые были выбраны на этот кубок Перейдут ли они все в сезон? Мы пробовали разные сочетания Смотрели Ну, примем решение уже перед началом первой игры В предыдущие три года акварственная с победителем кубка Остался в этой буре через сожаление о том, что в этот раз не получилось? Ну, я считаю, что позитивно то, что... Я еще раз повторюсь, хороший турнир Он непростой, но в целом очень полезный турнир Мы еще раз проработали те моменты, которые нам необходимы будут Поэтому я считаю, что мы больше позитивно получили КОНЕЦ КОНЕЦ